здравствуйте товарищи вы слушаете пролетарские новости на красном радио фонда рабочей академии сегодня в программе в кузбассе еще в одной шахте обнаружили повышенный уровень концентрации метана на челябинском тракторном заводе рабочие трудятся без средств индивидуальной защиты по информации телеграм-канала кемерово 001 11 декабря в кузбассе приостановила работу шахта антоновская это произошло в результате того что местный житель обратился в рост технадзор с просьбой провести проверку по концентрации метана в шахте оказалось что уровень этого взрывоопасного газа был значительно превышен инспекторы составили протокол о временном запрете горных работ в шахте в ближайшие три месяца выработки не будет к сожалению в россии сбывается поговорка пока гром не грянет мужик не перекрестится после трагедии на шахте листвяжная в кемеровской области 25 ноября внимание общественности обратилась к проблеме метана в шахтах однако такую проблему нельзя решить лишь усилиями энтузиастов всем должно быть понятно что повышенная концентрация метана это результат наплевательского отношения нынешнего собственников шахт к технике безопасности и охране труда а то что капиталисты намеренно послали шахтеров на работу зная что метана больше нормы говорит о хищническом характере капитализма в современной россии на самом деле проблема заключается не в том что волк хочет кушать это как раз не проблема проблема в том что шахтеры не борются за свои права если вас бьют а вы подставляете другую щеку итог будет ясен вас побьют и ограбят так и шахтеры позволяют себя грабить да еще и закрывают глаза на то что их пытаются лишить жизни только объединившись коллектив вы сможете решить коллективные проблемы потому что превышение уровня метана в шахте не проблема отдельно взятого шахтера а всей смены всей шахты и всех окружающих мы неоднократно рассказывали про формы борьбы за улучшение условий труда за любую помощью вы всегда можете обратиться к красному радио или фонд рабочей академии на челябинском тракторном заводе рабочие сняли музыкально-юмористический видеоролик в котором показали свои изношенные средства индивидуальной защиты и попросили администрацию выдать им новое 9 декабря они разместили этот ролик на странице вконтакте подслушана охрана труда в ролике показаны дырявые ботинки поврежденный пластик маски сквозь которой ничего не видно тонкие перчатки которые никак не защищают руки рабочие утверждают что в бюджет предприятия на 2021 год было заложено 24 миллиона рублей на средства индивидуальной защиты а потрачено всего 6 миллионов рабочие также упомянули о том что на оценке условий труда их работа не было признано опасной хотя от шума и вибрации в цехах трясутся стены можно только порадоваться за рабочих у которых есть чувство юмора и энергия на видеоролике с другой стороны в наш век тиктока целью борьбы рабочих остается не повышение количества лайков а повышение уровня своего благосостояния трудовой кодекс вам в помощь товарищи рабочие рабочим нужно договориться в первую очередь друг с другом и коллективно требовать у работодателя средства защиты но этого мало нужно требовать регулярной выдачи средств а получать их регулярно можно только создав профсоюз и работать в нем написав и заключив прогрессивный коллективный договор под лежачий камень вода не течет а грабитель напавший на вас подворотни не отстанет от вас если вы его вежливо попросите вы сами должны организоваться в профессиональные союзы и коллективом менять условия для своих рабочих мест а как это сделать вам всегда подскажут красное радио фонда рабочей академии рабочая партия россии и фонд рабочей академии и не забывайте что сила пролетариата в солидарности с вами был александр петров с коммунистическим приветом из города гомель республика беларусь